Предлагаю вам вспомнить творчество замечательной детской поэтессы Ирины Петровны Докмаковой. В 2024 году отмечается 95-летие со дня ее рождения. Ирина Докмакова – популярная писательница, в повести которой очень нравится ее благодарным читателям. Поэтесса, драматург, переводчик – все ее творчество посвящено детям и предназначено для детской аудитории. На детских стихах и повестях Ирины Докмаковой выросло не одно поколение советских школьников. Может, нуль не виноват? Аля Кляксич буква «А» и настанет веселое утро, вечерняя сказка и десятки других. Каждое слово в этих произведениях пропитано добротой и светом, а именно частичкой души самого автора. Всю жизнь Ирина Петровна прослужила на поприще детского творчества. Она известна блестящими переводами произведений зарубежных авторов для маленьких читателей. Ирина Докмакова родилась 3 марта 1929 года в обычной московской семье. Ее отец, Петр Карпович, был инженером-электриком, а мать, Лидия Александровна, детским врачом. Уже с детства Ирина увлекалась литературой. И это увлечение стало просто жизненной потребностью. Без чтения она себя не представляла. Она за поем читала произведения отечественных и зарубежных авторов. В школьные годы даже пыталась сама писать стихи. Но к своему увлечению она относилась как к хобби, не считая его делом всей жизни. Потому что даже не предполагала, что обладает каким-либо литературным талантом. Заниматься литературной деятельностью Ирина Докмакова начала спустя многие годы. Причем совершенно неожиданно даже для самой себя. Началось все абсолютно случайно. С деловой поездкой в России появляется шведский энергетик по фамилии Боргквист. Ирина работает у него переводчиком. Их совместная работа позволила познакомиться друг с другом поближе и подружиться. Он был приятно удивлен, когда узнал, что эта юная девушка – ярый поклонник фольклора Швеции. Он решил сделать Ирине небольшой подарок и прислал ей книжку, в которой были собраны детские шведские песенки. Этот подарок был предназначен сыну Ирины Докмаковой. Она с удовольствием засела за перевод этих стихов, чтобы можно было читать их вместе со своим мальчиком. У нее даже мысли не возникало показать свой труд кому-либо еще. Но мужу Ирины этого показалось мало, и он, не сказав ни слова жене, отнес ее труды в одно из издательств. А так как он сам был человеком творческим, знаменитым художником-иллюстратором, то украсил их своими иллюстрациями. Переводы очень понравились в издательстве и вскоре были напечатаны. И вот в 1961 году мир увидел первую книгу Ирины Докмаковой «Вводят пчелы хоровод». Первая книга стала очень популярной и продаваемой, и это стало большим стимулом для того, чтобы посвятить себя литературной деятельности. Докмакова работает с воодушевлением, и в 1962 году выпускает сборник «Деревья», в который вошли стихи ее собственного сочинения. Иллюстрации к этим произведениям все так же сделал муж, Лев Токмаков. Ирина пишет для своей любимой аудитории, для детей. В активе у писательницы многочисленные рассказики для детей, которые она написала в стихах. Благодаря им она стала популярной и узнаваемой. У них был свой стиль, своя поучительная история и мораль. Очень часто их называют притчами. Известность Ирины Докмаковой принесла и ее драматургическая деятельность. По пьесам Ирины Петровны были сыграны многочисленные спектакли в разных российских театрах. Ориентир был тот же, детская аудитория, самая любимая и благодарная. Детям очень понравились постановки пьес «Кукареку», «Заколдованная копытца», «Звездные мастера», «Морозка», «Звездоход Федя» и многие другие. Библиография Ирины Петровны состоит не только из стихов и пьес, она поражает и нетипичностью некоторых произведений. Она является автором обучающих повести игр, которые помогают ребенку освоить счет, письмо, навыки чтения. В ее стихотворениях деревья, растения, животные, птицы умеют разговаривать. Одна из книг так и называется – «Разговоры». Если внимательно прислушаться к звукам, которые наполняют лес, можно услышать лесные разговоры. Есть у нас магнитофончик, непростой, волшебный. Он на тоненькую пленку пишет разговоры, что сказал комар-зайчонку, лягушачьи споры, те слова, что колокольчик говорил по денке. Пишет все магнитофончик на волшебной пленке. Целый день он с нами ходит, а настанет вечер, разговоры переводит, звуки нашей речи. Тихо, тихо, не словечко, мы нажали кнопку. Так о чем спросила речка узенькую тропку? И о чем поведал ветер листьям дикой груши? Мы узнаем все на свете? Помолчи, послушай. Веселые, звонкие стихи Ирины Токмаковой часто превращаются в забавную игру. Можно отгадывать загадки, составлять кроссфорды, фантазировать. Из шариков пушистых над пестрым летним лугом летят парашютисты вдогонку друг за другом. Едва земли коснутся, уснут, как на диванчике, а по весне проснутся и будут... Адванчики Живет в зоопарке двугорбый верблюд. Верблюды не просят изысканных блюд. Не клянчат ситро и тянучки. Верблюды едят... Колючки Я так мила и так кругла, я состою из двух кружочков. Как хорошо, что я нашла себе таких, как вы, дружочков. Восьмерка А какие сказки живут и в ее чудной стране? Аля клякся, че буква А, и настанет веселое утро, Маруся еще вернется, может нуль не виноват? Счастливо, Ивушкин! Все они добрые, светлые, радостные и волшебные. А еще с их помощью можно научиться читать, считать и выучить основы грамматики. Порой бывает, что в школе ребята украдкой, а иногда и у всех на виду, съезжают по перилам. И вот какое стихотворение придумала Ирина Токмакова для таких любителей. Называется оно «Крокодилы». Прошу вас, не надо съезжать по перилам. Вы можете в зубы попасть к крокодилам. Они притаились на каждой площадке, и всех, кто съезжает, хватают за пятки и тащат на дно африканского нила. Прошу вас, не надо съезжать по перилам. А вот мое самое любимое с детства стихотворение Ирины Токмаковой «Рыбка». Ночью темень, ночью тише. Рыбка-рыбка, где ты спишь? Лисий след ведет к норе, след собачий к конуре. Белкин след ведет к дуплу, мышкин к дырочке в полу. Жаль, что в речке, на воде нет следов твоих нигде. Только темень, только тише. Рыбка-рыбка, где ты спишь? Ирина Петровна Токмакова создала целый волшебный мир, в котором весело проводят время и взрослые, и дети. Ее произведения не просто развлекают, но и заставляют задуматься о многих вещах. О чем мечтают деревья, какие разговоры можно услышать в лесу, что такое радость, как жить в мире, не обижаясь и не ссорясь и так далее. Будет грустно? Обращайтесь к стихам, будет весело. Тоже читайте стихи, станет еще веселее. «Музыкоп» 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 Продолжение следует...